Дорожная техника Квадратных метров с учетом примыканий к поперечным улицам. Чтобы не создавать помех трафику, асфальт укладывают ночью и только на одной половине дороги. Это позволяет задействовать сразу два асфальтоукладочных комплекса, семь катков и около десяти единиц другой техники. И остается место, чтобы организовать реверсивное движение на другой половине дороги. Десяти с половиной метров проезжей части для этого достаточно. Улица Аврора – это большой трафик движения. Что в ночное, что в дневное время, ночью никак этот трафик не спадает. Поэтому мы стараемся полностью обезопасить как водителей, так и пешеходов. Выставили нужную схему ОДД, согласованную с ГИБДД, по которой сейчас в данный момент движется транспорт. Работы усилены. Минувшей ночью три бригады уложили 13,5 тысяч квадратных метров покрытия. Трудятся оперативно, ведь ежесуточно к 6 утра дорогу нужно освободить, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, включая общественный. Укладывают асфальт повышенной прочности – ЩМА-16. Он более вынослив к перепадам температур и плотному трафику. До этого специалисты производили фрезерование старого полотна и подняли дождеприемники и смотровые колодцы на проектную высоту. При этом люки колодцев заменены. С этого года они оснащены антивандальным затвором, а также резиновой вставкой для предотвращения шума при проезде по участку. На каждом этапе ход и качество работ контролируют специалисты профильного городского департамента и подведомственного муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Так, в ходе укладки покрытия идет проверка асфальтоукладочных комплексов, температурного режима, которому должна соответствовать асфальтобетонная смесь, и непосредственно качество ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Специалисты МИБУ «Дорожное хозяйство» отбирают асфальтобетонную смесь, которая потом отправляется в дорожную лабораторию для испытания ее физико-механических свойств и гранулометрического состава. В случае, если работы какие-то выполнены некачественно, подведная организация устраняет их уже за свой счет. В случае, если все выполнено качественно, согласно ГОСТам и национальным стандартам, то данные работы принимаются. Ремонт улицы Авроры выполняют большими картами от борта до борта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Улицу обновляли в прошлом году от путепровода Аврора до аэродромной, а в текущем году проезжую часть приводят в порядок на следующем участке – до Московского шоссе. Таким образом, за два дорожно-строительных сезона немногим меньше 100 тысяч квадратов обретут новый облик. Автодорога станет удобной и безопасной. При включении в план работ учли инфраструктурную значимость. Это один из въездов в город. Вдоль улицы располагается множество социально значимых объектов, в том числе и сквер на пересечении Авроры и Аэродромной. Он появился на месте ларьков стихийного рынка в 2020 году по инициативе жителей и городских властей, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Сквер стал одним из любимых мест отдыха горожан. Стоит отметить, что возле сквера укладка покрытия на площади порядка 5000 квадратных метров была произведена в первоочередном порядке. И ранее здесь уже появилась разметка. Наряду со специалистами в контроле задействованы и общественники. Очень важна дорога. Это связующее звено пригорода с центральным автовокзалом. То есть это въезд в город. Значит, это связь с южным городом. То есть, конечно, очень необходимо. Много очень транспорта здесь проходит. Это подъезд к парку, к скверу на аэродромной, где люди отдыхают. С поставленными задачами по обновлению дорожного объекта подрядчик планирует справиться до 5 июля. Но при условии благоприятной погоды. После того, как будет уложен весь асфальт, продолжат работу по нанесению линий дорожной разметки для повышения безопасности дорожного движения. Напомним, в 2023 году в городе по нацпроекту отремонтируют почти 43 километра проезжих частей улиц. Обновят 42 объекта. На 25 дорогах местного значения работы уже завершены. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, Николай Сидоров. События.